С Екатериной мы еще сегодня немножко поговорим уже в другой дискуссии. А сейчас мы продолжаем и мы переходим к другому кейсу. У нас опять сейчас будет очень такой разнообразный келедоскоп, который я попыталась ввести в формате все-таки оптимизации процессов, обучения, персонала. То есть у нас вот таким образом сейчас выстраивается наше движение. Сейчас я застану нужного человека. Ирина Цой. Где у нас Ирина? А, все бежит замечательно. Ирина у нас из Красноярска. И вот то, что вчера мы начинали, а сегодня продолжим. Да, мы продолжим говорить про школу для пекарей. Работы много. И, соответственно, вы как раз отвечали за то, чтобы это все раскатать. И, соответственно, помогать сети. Передаю вам слово. Так. Держи микрофон. Вот еще один микрофон. Вот для вас. Рассказывайте, делитесь, что именно было сделано. Ставьте, коллеги, презентацию мне. Что-то у нас опять. О, все работает замечательно. Ну что ж, рассказывайте, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Ирина Цой. Я руководитель направления пекарни и кондитерский цех. Группа компании Красный Яр. Сегодня я представлю вам кейс школы пекарей, как кузница кадров для торговых сетей Красный Яр и Батон. В 2020 году в нашей компании уже насчитывалось 160 торговых точек с пекарнями полного цикла. И каждый день на торговых точках мы выпекали горячие сдобные изделия. Но у нас случилась такая ситуация, что мы видим, что на каждой торговой точке одно и то же изделие выглядит по-разному. Конечно же, нас это не устраивало. И мы начинали искать решения. Мы, разобравшись в причинах, мы выявили, что у нас нет общего стандарта обучения пекарей. У нас нет стандарта качества продукции, изготовления продукции. Мы также не имели критерий контроля до системы качества. И в период пандемии, к сожалению, рынок нам не смог предложить квалифицированных кадров. И мы понимали, что нам нужен такой проект, который бы систематизировал все процессы. Подумав, мы пришли к решению, что мы создадим данный проект и назовем его «Школа пекарей». Цели оставили для «Школы пекарей» нам необходимо было привести все процессы к единому стандарту приготовления качества. Нужно было ввести систему контроля качества, прописать все критерии качества. Поставили также несколько задач для «Школы пекарей». Нам необходимо было формировать у сотрудника минимальные навыки работы в пекарне, дать ему в «Школе пекарей» базовые знания для того, чтобы дальше сотрудник мог пройти на торговую точку и адаптироваться на торговые точки с курирующим технологом. Нам также нужно было прописать процессы и создать единое качество продукции на всех торговых точках. И также третья задача, которую мы ставили для «Школы пекарей» – все новинки должны были вводиться одновременно, качественно, на всех торговых точках. Так как на рынке у нас не было аналогов, нам не у кого было учиться, мы пошли своим путем, создавали сами свою «Школу пекарей», пошли своим путем, как я говорю, методом проб и ошибок. С чего мы начали? С 2020 года в апреле мы открыли «Школу пекарей», мы составили шестидневный курс обучения для технолога «Школы пекарей», мы укомплектовали отдельно помещение для обучения сотрудников, укомплектовали всем необходимым оборудованием, инвентарем, спланировали загруженность «Школы пекарей». И вот мы начали обучение. Сотрудник, когда обучался «Школу пекарей» по определенным нашим процессам, по шестидневному курсу, далее, после окончания курса, технолог «Школы пекарей» давал обратную связь по данному сотруднику, далее направлял сотрудника на торговую точку к курирующему технологу для дальнейшей адаптации. Что же происходило у нас с данным сотрудником? Пекарем-новичком на торговой точке. К сожалению, так как у нас было отдельное помещение, небольшое, в виде лабораторных условий, мы обучали пекарей и новичков, мы изготавливали очень малое количество изделия. Соответственно, пекарь-новичок, попадая на торговую точку, он сталкивался с такой ситуацией. То есть перед ним стоит производство заданий, перед ним есть график выпечки, он должен накрыть полностью всю витрину. И сталкиваясь с такой ситуацией, ему было, конечно же, трудно выполнить все это производственное задание и адаптация, и он не мог адаптироваться на торговой точке. Ему было очень сложно выполнить все эти производственные задания, то есть, соответственно, у него мотивация падала, и в какое-то время, в период адаптации, сотрудник принимал решение уволиться. Таким образом, что мы получаем? Мы получили демотивированного сотрудника, вот первое, а для компании у нас пошел отток сотрудников-новичков. Видя эту ситуацию, мы решили очень быстро поменять подходы работы пекарни, школы пекарей. Мы данный процесс обучения перевели на действующую пекарню, выбрали торговую точку с самым высоким трафиком продаж. И все изделия сразу выходили напрямую на продажу в торговый зал. Также мы для сотрудника-новичка организовали платформу для дистанционного обучения TeachBase. У каждого сотрудника было мобильное приложение в телефоне, и данный сотрудник мог видеть курс дистанционного обучения у себя в мобильном приложении. Вот так вот выглядит у сотрудника в телефоне курс в TeachBase. То есть он видит у себя программу обучения, полностью видеоматериал, то есть пошаговым обучением. Были все процессы, в видеокурсе были все процессы прописаны от тестоведения до выкладки изделий на витрину. Также данному сотруднику прогружаются тестовые задания, где по данному материалу. То есть проходя курс, сотрудник видит свой прогресс обучения. Также автоматически ему выставляются баллы. Если данный сотрудник не прошел данный курс, программа автоматически засчитывает, как курс непройденным. Как мы контролируем данного сотрудника? Курирующий технолог в своем мобильном приложении видит прохождение прогресса своего сотрудника. Также менеджер учебного центра также может видеть, как проходит курс новичок, бегать новичок. Если сотрудник не прошел курс по заданному дедлайну, технолог, курирующий технолог подключается к данной проблеме, выясняет причину, разбирает проблему и помогает пройти сотруднику данный курс. Мы также прописали для каждого изделия стандарты и качества, которые определяются по пятиаргоаналитическим показателям и прогрузили в СГО для всех сотрудников. У нас в компании учатся люди разных национальностей. Для эффективного обучения, для эффективной адаптации каждого сотрудника в компании приняли решение перевести технологические карты на три языка. Это киргизский, таджикский и узбекский. Данный инструмент работы помог нам получить эффективных сотрудников, помог сотруднику быстро адаптироваться на торговых точках, понять процессы приготовления, что ускорило работу и нам, и сотруднику. И вот мы видим наши результаты. Мы увидели эффективно обученных сотрудников. У нас мы увидели очень хорошие показатели по вовлеченности новичков в процессе обучения, качества обучения, и также в процессе адаптации на торговых точках. У нас были очень прекрасные результаты. Когда мы увидели успешно обученных сотрудников из года в год, мы поняли, что мы сделаем правильные шаги, что мы пошли правильным путем. Мы не только увидели успешно обученных сотрудников, то есть мы не просто получили эффективно обученных сотрудников, мы еще и получили хорошие результаты в товарообороте и по производительности труда. У нас очень сильно вырос товарооборот, и производительность труда на одного человека тоже были очень хорошие показатели в двух сетях. Вчера тут задавали вопросы, было несколько вопросов по производительности, сколько мы изготавливаем, сколько замесов у нас в день, и сколько килограмм изготавливает каждый сотрудник. У нас в компании, ну как вы видите, да, я вот картинку показываю, производительность труда, у нас средняя производительность труда рассчитывается на час. Килограмм час, штуки час, вот, и поэтому наша средняя производительность в двух сетях это 40 штук в час на одного человека. Это примерно, получается, 400, там, 40, около 500 штук в день. 10 килограмм в час на одного сотрудника средняя производительность замес теста. И в рублевом эквиваленте это примерно 1300 в час в рублях на человека. Такие вот наши производительности. Вот на три вопроса я ответила. Вот наши изделия показываем в школе пекарей. И как мы дальше планируем развивать и развиваться вместе со школой пекарей. В этом году мы совместно с учебным центром решили проводить, больше уделить внимания технологам, проводить мастер-классы и тренинги через школу пекарей. Будем вкладывать в развитие технологов. Также ежегодно мы проводим оценку профессиональных знаний для своих сотрудников. Для сотрудников системы дистанционного управления мы прогружаем 100 тестовых вопросов. Каждый год тестовые вопросы у нас обновляются, актуализируются. В эти тестовые вопросы входит 5 блоков. Это первое, это личная гигиенность и сагитария. Второй блок это тестоведение. Третий блок это у нас дефектовка хлеба. Дальше сроки хранения, условия хранения, сроки годности и маркировка сырья и готовой продукции. Такие вот 5 основных блоков входит у нас в оценку профессиональных знаний. Также мы продолжаем системно вводить новинки через школу пекарей. В принципе здесь хочу немножечко вам рассказать, раскрыть такую завесу про системное введение новинок. Как мы это делаем и как мы это прописали, что мы делаем с этим. То есть у нас есть хотелки от категорийного менеджера. Мы эти хотелки отрабатываем на торговой точке в школе пекарей. Дальше дегустируем. Это изделие проходит процесс дегустации. Когда совместно по дегустации мы выбрали изделие. Дальше это изделие просчитываем, как обычно. Во всех процессах делается себестоимость, смотрим маржинальность. И далее мы вторым этапом данное изделие снимаем, по данному изделию снимаем видео. Видео процессы по всем этапам. Начинает тестоведение, заканчивая выпечки изделия. И данное видео прогружаем для всех сотрудников в Teachbase. Также прописываем тестовые задания для прохождения. Ставим дедлайны, прописываем графики ввода. И обучаем сначала технологов в школу пекарей по новинкам. Далее одновременно вводим на всех торговых точках. То есть вот такую систему введения новинок мы прописали. И уже два года как мы успешно работаем по данной системе. И будем продолжать дальше работать. Коллеги, в принципе у меня все. Если есть вопросы, я готова ответить. Спасибо большое. Да, есть уже вопросы. Так, представьтесь, откуда такой город? Здравствуйте, меня зовут Екатерина, город Кострома. Подскажите, пожалуйста, правильно я понимаю, школа пекарей это какая-то отдельная площадка от ваших торговых точек? Нет, мы раньше изначально сделали как отдельную площадку. Мы при этом, после этого мы поняли, что мы сделали неправильные шаги. И мы перевели школу пекарей на действующую пекарню. И мы выбрали самую трафиковую торговую точку. Почему так? Потому что сотрудники, когда обучаются в школе пекарей, они видят это производство заданий, они проходят все этапы, все процессы от тестоведения до выкладки изделий. То есть они, проходя все процессы, они через свои руки пропускают очень-очень большое количество изделий. И с этого, естественно, набивают руки и уже легче адаптируются, извините, на торговых точках. Понятно, спасибо. Еще вопрос. У вас, вы сказали, 160 торговых точек, да? Ну, и я так понимаю, примерно 160 пекарей это как минимум, да? Ну, больше. У нас в зависимости от формата. И каждый из них прошел школу пекарей? Каждый из них прошел школу пекарей. Каждый, да. Хорошо, спасибо. Сейчас, минутку. Смотрите, у нас есть по форматам, есть где-то на торговых точках по одному сотруднику в день, то есть в штате два пекаря. Есть форматы на торговых точках, где у нас по два человека, по три человека и так далее. В зависимости от того работа, в зависимости от формата. Вообще, сколько пекарей в сети? В сети где-то около 400-500. Понятно, спасибо. Так, ну что ж, отпускаем. Спасибо большое. Я очень рада, что вы подготовились. Я знаю, что для вас довольно трудно было готовиться. Вы знаете, я представляю преотлично, что каждый раз... Минуточку, минуточку, Ирина, что ж вы сразу побежали? Я понимаю, что мы вам стаканчик с водой дали. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну что ж, да, аплодисменты. Спасибо. 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 Спасибо.